Всем привет, меня зовут Николай, и пришло время сыграть моим вторым бронзовым отрядом. Это отряд исключительно мастера, монах, ширарю и линкуэй. Что ж, приступим, посмотрим, как они себя проявят в войнах фракции. Так, против нас, как всегда, такая необычная банда, непривычно видеть таких соперников. Я, скажем так, даже отвык от такого. В основном Джейсоны, 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 ну и те, кто в последних обновлениях, а тут... Прям Кенши, Джонни Кейдж Вип, Кисси Кейдж, да еще и не по максимуму прокачаны, необычные. Как он круто сказал, ширарю, надо будет повторить. Ши-ши-рай-рай-рай-рай-рю. А ну-ка, еще раз послушаем. Ши-рай-рай. Ух ты, е-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай Всегда одно и то же. Ну, привык я так играть, и я знаю все свойства карт поддержки. Знаю, что с ними я вырулю из любой ситуации. Так, ну что там, Джонни Кейдж. Может мне анимация монаха и не очень нравится, он такой медлительный парень. Но зато сильный. Хотя Джонни тоже не слаб. Тут надо аккуратно играть, бойцы уже подбираются более-менее адекватные. Чего только ее второй прием стоит. Да хочется же толбануть вторым, и не в блок желательно. Вот как сейчас у меня вышло. Это я тоже зря сделал. А не, не зря у него не прокачана полоска. Повезло. Вот этой серии ударов монах бы ему наоборот набрал бы вторую полоску силы. Но как оказалось, Кейдж у него совсем не прокачан. Ух ты, нифига себе, первый раз такое, что Джонни не упал. Обычно он ногой промахивается у меня. Такие, да, медлительные поединки, но что можно поделать. Бронза есть бронза. Зато по 27 тысяч очков получили. Да, вот это составы. Я в основном даже не на шмотки смотрю сейчас, ребята, а на их жизни. Жизнь и урон. 2-3, 2-2. Ну и Китана, конечно, посерьезнее будет. С Китаной могут возникнуть проблемы. Кстати, ребята, потренировался я создавать голосовалки в Google формах. Прикольная штучка. Единственное, не разобрался, как по таймеру сделать, чтобы они заканчивались. К примеру, голосовалка шла неделю. И там на седьмой день закончилась, или на восьмой. Почему-то не нашел я такого пункта меню. Наверное, придется либо руками это делать. Ну, может, кто знает, напишите в комментариях. Я посвятил буквально полчаса этой штуке. Прикольные диаграммы можно строить. Для моих простых целей подходит идеально. Ой-ой-ой. Так, Китана, да, это же наша проблемная девочка, в которой сильно много жизни и урона. Кстати, как вы помните, у Широ Ирю раньше не такой был прием. Ну, выполнялся, а то, скажем так, прием выполнялся по-другому. Анимация это та же самая. Ну, там был такой кружочек, которым надо было ловить. Даже не знаю, индикатор или как это назвать. А не вот это, что сейчас. Так, ну, как всегда, пока говорю, бой идет медленно, поэтому переключаемся и нагибаем. И как всегда, где-то к третьему поединку у меня возникает вопрос, а включил ли я запись? Ведь игра настолько хорошо идет, что я уже не замечаю, пишу я или нет. Ну, тоже необычно. Все без слияний. Клево. И без шмоток. Кроме этой Китаны. Неужели у него ничего нет? Я сомневаюсь, что у него ничего нет. Зачем он так делает? Скажу так, ребята. Карты поддержки рулят. Или рулят. Или кому как. Именно благодаря картам поддержки можно изменить ход всего поединка. Если я раздену своих бойцов, они станут... Они и так дохляки. Но если я сниму с них все эти прикольные шмоточки, ну, бои будут длиться не 40 секунд, а там по 2 минуты. Запарюсь переключаться. Так иногда этим приемом удавалось сразу двоих накрыть. Так, это та Китаны, которая... Которая со шмотками. Повезло, обе Китаны не могут силу снимать. Ого, сколько там у него жизни? Я, конечно, не посмотрел. Но, учитывая, что монах достаточно сильно валит, да еще и вторым приемом. Эффект нулевой, походу. Ого. Ого. О, нормально было. Либо Крит, либо я не знаю что. Так, может мы этим парнем... Сейчас мы ее вторым приемом запинаем. Или первым. Отлично. Ой, нет, регенерация. Только не регенерация. Этот слабо бьет. Но... Кита не хватило. По 27 тысяч. Почему по 27? Я так понимаю, чем выше раунд, тем больше могли бы давать. Так, смотрим. Ну, 12 тысяч и 7 тысяч урона у Кенши. Небось, еще его родная шмотка одета. Ну да. Нет, не его родная. Первый раз, кстати, ребята, мне даже попались алмазные карты, когда я играл бронзой. Интересно, в пятой битве будет у меня сегодня алмазная карта или нет. Так, Кенши обладает хорошим здоровьем, поэтому бить, бить и еще раз бить. Блин, сейчас соскочит или мы у края карты? Не у края, но достал. Бывает несколько ударов, в пустоту уходят. Так, ну, на Джонни придется... Так, не, лучше я переключусь. Блин, не хочется бить в блок, но если этого не сделать, то Джонни сними силу. Лучше уже блок, чем... чем все потерять. Тут тоже нужно как-то хитро... хитро подумать. А, вот так, отлично. Отлично. Надо будет глянуть, какой урон на нас наносит вторым приемом. Как-то он слабо бьет, или просто жирные такие соперники пошли. Раньше у меня второй прием больше родил. Классный этот Скорпион, реально классный. О, нет. Придется воспользоваться. Завалил первым. Хотя бы на приемы их не посмотрю. Не часто приходится видеть второй прием у бронзовой карты. Я ими играю только в испытаниях. И там обычно всех либо вообще так запинываю, либо первым приемом. Так, пройдем. у меня какой-то Крис 665. И у него тоже необычно, необычно то, что бойцы так полуукомплектованы, скажем так. Даже не знаю, кто из них представляет наибольшую опасность. По-видимому, Кесси. О, нихрена себе навалит. Вот видите, несколько ударов в пустоту ушло. Так, валит она неплохо, но... но монах тоже. У меня обычно возится такими блин, доходягами. Иногда действительно кажется, да прокачай ты их этими картами повышения уровня и не парься. но мы не ищем легких путей. Ого, Аликс. выжил. Удивительно рядом. Блин, как долго. Рожь, даже свайпать не пришлось. О, получил урей. Прекрасно. Почему монах немного выбивается? Потому что он мне раньше выступал вместе с Джонни Кейджем, так как вторая моя самая сильная карта среди бронзовых. И он ишел именно с Джонни Кейджем и они там вместе качались. А Широ Рю и Линкуэ и так, скажем так, не часто ими приходилось играть. Ну что ж, в следующем видео мы увидим вот этот отряд. Да, конечно, можно было бы дать ему мастеров и часто я таки играл. Но я решил уж пусть мастера выступают отдельно, а так как Джонни Кейджем у меня такая необычная карта. Больше у нас никаких нормальных скажем так, спецназовцев нет, чтобы сделать их втроем. Плюс 3 здоровья для спецназовцев. и тут, наверное, плюс 3, плюс 5. Плюс 5 к атаке. Ну, добавил им Джонни Кейджа. Ладно, ребята, до встречи в новом видео, в котором я буду играть вот этим отрядом. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.